Спустя пять лет неопределённости в Ульяновске решили заняться перепланировкой и реорганизацией популярного места исторического центра города. Муниципалы, архитекторы и правительственные деятели объединили усилия. На протяжении долгих лет самую колоритную улицу Ульяновска, улицу Федерации, хотят сделать уютнее и функциональнее. И только в 2022 году появился чёткий план действий. На очередном заседании Градсовета Дмитрий Вавилин заявил, что в этом году проект реализуют на 100%. 80 миллионов рублей уже нашли. На аппаратном совещании тоже обсудили организационные вопросы. Ранее Алексей Русских подчеркнул необходимость согласования эскиза проекта благоустройства с местными жителями. Ульяновцы рассказали и нам о том, что они хотят видеть на этой улице. Ну, скорее всего, это дорога, потому что она слегка подразбита. И нужен небольшой ремонт для этого места. И тротуар также. Здесь и так красиво. Ну, в Рашу, верить на тротуар, наверное, надо. Машины, чтобы не было. О! Зелени не хватает. Они-то прям пустая улица. Дома, дороги и машины. Ну, вообще, в идеале было бы сделать пешеходное её полностью, чтобы у нас был свой мини-арбат. Как во всех городах крупных, у всех есть пешеходная улица. И я думаю, что все поддержат эту инициативу. На мой взгляд, на самом деле, уже Федерация достаточно уютная улица. Здесь просто убрать вот это вот огромное скопление машин, спрятать их, потому что с точки зрения архитектуры, именно с исторической точки зрения, она достаточно хороша и привлекательна. Особенно вот этот участок, да. И здесь очень красивая, ну, мы все понимаем, что это улица ресторанов, да. И у неё есть уже особая своя личная атмосфера. Здесь нужно просто сделать классную дорогу. Вот, я хотел, чтобы это была единая композиция. Здесь очень много старинных, красивых домов, которые, мне кажется, привлекают туристов в том числе. Поэтому хочется сделать, чтобы это была такая единая концепция. Представители ресторанного бизнеса тоже ждут перемен. В основном, недостаточно карманов на проезжей части. Они нужны для того, чтобы было удобно выгружать продукты. Хотят гостеприимные рестораторы и удобства для пешеходов. Брусчатку надо бы поменять, ведь на ужин приходят и дамы на каблуках. По разбитому покрытию идти неудобно и небезопасно. Кроме функционала важна и эстетика. Лианы из электропроводов, висящие над головами, тоже не добавляют шарма старинной улице. Давно пора менять и спрятать. И такого, наверное, уже нет. Не должно быть нигде, на мой взгляд. Особенно прогулочные улицы Федерации, которые хотят сделать для людей такой культовой, скажем так. Проект обустройства разработали два творческих объединения архитекторов. Улицы Федерации составляют полкилометра. Одновременно компактные есть где развернуться. План проекта показал Григорий Молчанов. Пешеходной эта улица не будет, но тротуары обещают расширить. Мощенная в один уровень, без бордюров и без ступенек. То есть совершенно плоское, безбарьерное пространство, на котором, по нашему мнению, должны уживаться прежде всего пешеходы, которым отдан на 70% пространства. На этой улице появятся очень широкие тротуары. С одной стороны тротуар будет шириной до 8 метров. Это у нас нечетная сторона. По четной стороне тротуар будет примерно 3 метра шириной. Пешеходная зона будет выложена крупноформатной плиткой. Между тротуарами сделают велосипедную дорожку. Но в первую очередь заменят ливневки и канализацию. Электропровода и теплотрассу тоже спрячут от посторонних глаз. Транзитного движения автомобиля и долговременной парковки на этом участке не будет. Стоянку планируют организовать ближе к улице Можайского или же за известной шашлычной. Таксистам разрешат подъезжать к ресторанам. И для машин с продовольствием место предусмотрено. Это примерно полсотни карманов. Когда глобальные проблемы будут решены, настанет время наводить красоту. Обновленные вывески и фасады будут финальным штрихом на картине ульяновского Арбата. Виктория Черкова, Данил Сурков, Улправда ТВ.